Представляю я интересы всех пострадавших юридических лиц от Фонбанка и Интехбанка. Проведение одиночного пикета не требует согласования, поэтому клиенты проблемных банков выбрали такой формат. Юрий Лобойко говорит, надеемся таким образом привлечь внимание властей. Вернуть мы их никак не можем, правительство молчит, все молчат. У людей начинается уже паника, поэтому стоим, чтобы хоть как-то привлечь внимание. Евгения Харитонова руководит торговой компанией. По словам бизнесвумен, задержек по зарплате она не допускает, но держаться на плаву долго не получится. В Татфонбанке зависли огромные суммы, которые должны были поступить на счета контрагентов, говорит она. Никаких новостей, более того, то, что нам обещали, даже это не сделано. А что обещали? Ну, например, выдачу тех же самых микрозаймов, их получает единица, если получают, то это огромные залоги, в залог нужно обязательно имущество, даже оборудование в залог не берется. Временная администрация Татфонбанка будет работать до середины марта, только после 15 числа станет известна, возможно ли санация. Эльвира Ермакова, Петр Греков, Новости Татарстана.